Мы находимся в Стокгольме, в банке. Будем открывать банковский счет для человека, которому помогли с трудоустройством Швеции. Что за банк? Банк, SAB, называется. Всем привет! Очень многие наши подписчики хотят уехать работать на прямой контракт в богатые страны Скандинавии. Норвегия, Швеция, Дания. И сегодня мы расскажем, как происходит официальное трудоустройство. Сложно? Не так, чтобы совсем. Самый легкий способ – это, конечно, трудоустроиться через Польшу. Эта тема самая популярная в нашем контенте. Итак, поехали! Начинается процесс, естественно, со сбора документов на родине будущего сотрудника скандинавской компании. Далее отправляется по почте эксперту в Стокгольм, Копенгаген или Осло. Что именно собираем? Дипломы, свидетельства о рождении, браке, если с заявителем едет супруга, о рождении на детей, даже если они живут и с вами, и совершеннолетние. Принимающая сторона готовит письма об основании для трудоустройства иностранного гражданина в выбранную компанию. После чего работодатель сам или через эксперта направления обычно так и бывает. Действуя по доверенности, подает заявку в службу занятости на утверждение и согласование. Следующий этап. Размещается платная вакансия на государственных открытых источниках, бирже труда. Вакансия должна повисеть несколько недель, зависит от страны. Работодатель обязан обоснованно выбирать кандидата на должность с зарплатой, обеспечивающей переезд иностранного работника. Если он едет с семьей, она должна быть не ниже среднего уровня для данной выбранной профессии. Например, обычный менеджер, переезжающий с супругой в шведско-российскую компанию, должен получать не менее 24,5 тысяч шведских крон. Если он едет один, то пороговая сумма снижается на 2-4 тысячи. После утверждения кандидата, его делу присваивается уникальный номер и документы отправляются в консульский отдел в посольство в стране заявителя. Готовится контракт с выполнением всех условий шведского трудового законодательства. Заявитель сам связывается с консульством. Время подачи назначается консульским офицером по мере подготовки сбора документов. Обычно через 1-2 месяца наш заявитель отправляется на интервью. Проходит процедуру биометрии и снятия сетчатки глаза. Через 2-3 недели получает карту вид на жительство на 2 года. Поздравляем! Теперь можно покупать билеты и собирать чемоданы. После переезда необходимо встать на налоговый учет, иначе вам не откроют зарплатный счет в банке. Эксперт через приложение запишет вас на подачу. В Швеции, например, эта служба называется «Скайтверкет». Мы снимали об этом подробное видео. Если вы смотрите данный ролик на нашем YouTube-канале «Атипичный иммигрант», в конце будет окно-ссылка. Просто кликайте и переходите на репортаж. Далее получаете ID-карту. Кстати, она стоит 400 крон и дается на 5 лет. Этот статус откроет большое количество дверей. Бесплатные курсы английского, шведского или норвежского и так далее. Кредитные линии, социальные выплаты. Получили карту? Что ж, открываем счет в банке. Обычно в этом помогает наш партнер-эксперт. По времени процесс не быстрый, до месяца. После чего необходимо пройти процедуру страхования. Поздравляем! Вы официально трудоустроенный сотрудник с огромным количеством прав с поддержкой Рабочего профсоюза. Мы и об этом как-нибудь расскажем. Там много всего интересного. Оставайтесь с нами. Всем удачи в иммиграции. Я получил человек личный номер уже месяц назад. Вот с этим личным номером сейчас мы можем идти и, собственно, открывать счет в банке. Понятно. По поводу своей компании. Товарищ просто мне в свою душу приглашал. Хочу открыть свою компанию в виде ИП. Это делается очень просто. Через интернет. Нужна такая штука, которая называется банк-айди. Она как идентификация личности, вот как паспорт, только в электронном виде. Ее можно получить в банке. Понятно. Сколько там получаешься до налогового? Когда нужно налоговое? Налоги нужно, как бы так, получается, каждый месяц договариваешься с налоговой, то есть рассчитываешь приблизительно, какие будут расходы, доходы. И приблизительно каждый месяц можно установить сумму, которую ты будешь платить. Но раз в год, потом идет переучет, и тогда ты уже или доплачиваешь, или получаешь назад. Понятно. Следующий уровень – это айди-карта, которую мы будем получать. Да, айди-карта, да, это удостоверение личности, которое действительно в Швеции. Там будет написан уже шведский личный номер, имя, фамилия. То есть вот как паспорт, только для Швеции. Понятно. Мы сейчас уже заходим, и я тебе еще вопросы поставлю.